ОМТВ ЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Владимир Путин посетил Калининград, где обсудил ситуацию с транзитом грузов через Литву. Как известно, самый лучший способ разрешить ситуацию с транзитом грузов через Литву, это присоединить Литву к России. И тогда никакой ситуации с транзитом не будет. Ну, или другой вариант. Литва закрывает транзит, а мы закрываем Литву. Разговоры про конвой через территорию Литвы, это фактически начало операции по деблокаде по Сувалковскому коридору. Вот, не более того. То есть проведение наступательной операции. Кстати, оперативная глубина небольшая, всего 60 километров. При хорошем темпе наступления, это трое-три дня наступления. Если бы не было конфликта и опасности для территории Российской Федерации и Калининградской области, например, мы бы, конечно, не стали поднимать этот вопрос. Понял, понял. Потому что Литва несет опасность, мы его поднимаем. Так все же мне хочется у вас спросить, цифру попросить услышать у вас. Так сколько российских солдат вам не жалко для того, чтобы Литва согласилась на ваши условия? А, слушайте, во-первых, в нашем решении не требуется согласие Литвы. Мы просто отменяем наше решение в Москве, незаконного органа. А, так это вы для себя. Все понятно. Евгений, да. Литовский банк, через который проходили платежи за Калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. А расчеты во всех остальных валютах были остановлены 1 сентября. Мы им отдали Клайпеду, да. У них не было выхода вот Балтийское море. Это вот отдали половину Курской косы. Мы вот это вот им все отдали. Вот как они себя ведут после этого. А теперь смотрим на карту. Мы спокойно группировкой обнуляем. Из Вильнюса делаем Вильна. Вспоминаю, что такое Ревель. И спокойно правый фланг при Балтийской себе освобождаем, не ломая голову, что нас кто-то может ударить. Вся история взаимоотношений Литвы и Москвы – вечная борьба свободы с рабством. Литва была московским князьям поперек горла еще тогда, когда была великим княжеством и не хотела превращаться в сарай. А Москва отчаянно хотела стать сараем, да так им и осталось. Россия – особая страна. И у нас живут особые люди. Этот литовский дух вольнолюбия и взаимоуважения пошел, кстати, на пользу не только самой современной Литве. Мы видим его и в украинских Майданах, и в Белорусской площади. Всюду, где свободные люди выходят против притеснений. Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. В 20-е годы прошлого века большевикам не удалось советизировать Литву. Они вернулись в 40-х, чтобы потом десятилетиями выкорчевывать проклятый дух литовской свободы и не выкорчевать. Ну это же, ну вообще уже совсем одурили. Ну просто одурили. Ну а потом была перестройка, и дальше уже многие знают и помнят. Литва – тревоги нашей. Восстановление независимости. Войска в Вильнюсе. Между прочим, экономическая блокада Литвы. Да-да, не какое-то там частичное прекращение транзита из-за санкций Евросоюза, а полная блокада руководством СССР одной из союзных республик. И ничего, советское руководство во главе с Горбачевым и Рыжковым считало, что это в порядке вещей. И проиграло. Это было всегда. Независимость Литвы признал Госсовет еще СССР сразу же после августовского путча. Сейчас в Госдуме один из местных городских сумасшедших зарегистрировал целый законопроект с требованием отменить это решение Госсовета. Мне сразу же показалось странным. И то, что парламенту одной страны предлагают дезавуировать решение руководства другой, Россия-то вышла из Советского Союза, если вы еще не забыли. Да, а пока. И то, что дезавуировать предлагают именно Литву, хотя Госсовет принимал решение, которое касалось и Латвии, и Эстонии. А теперь ясно, они готовились именно к сегодняшнему кризису. Ведь то, что Литва вынуждена будет прекратить санкционный транзит в Калининград, было известно заранее. У них была возможность подготовиться к истерике и начать угрожать самой ненавидимой из бывших советских республик, хотя, наверное, сейчас самая ненавидимая все же Украина. Это уже точно. Потому что ненавидели они все же не столько Литву, сколько само стремление к свободе. Вчера литовская, сегодня украинская, всегда связанная с цивилизованным миром, с США, с Европой. Со всем тем, что не умещается в их грязный царай. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. И поэтому вполне логично, что в своей ненависти они действуют, но совершенно в гитлеровской парадигме. Крым – это, как известно, были судеты. Помощь соотечественникам, сакральные города, вся эта безумная лабуда. Ну и, к тому же, возможность для начальства удовлетвориться, что сами подданные, такие же сдуревшие, и будут аплодировать войне. Ура! Ура! Украина – это уже Чехословакия. Когда объяснения о соотечественниках уже не очень нужны. Просто хочется забрать чужую территорию, и мотивами агрессор себя не утруждает. Агрессоры и милитаристы все равно мы с вами, русские люди. Чехословакия не готова была сопротивляться Гитлеру. Украина готова сопротивляться Путину. Ей помогают, но все же наблюдают, чем дело кончится. Народ невозможно победить, который воюет на своей земле и за свою территорию, и за свою семью, за своих детей. Невозможно. А фюрер тем временем подползает к Польше, в нашем случае к Литве. Подползает с ужимками предшественника. Если Гитлеру был нужен якобы коридор в Кёнигсберг, то Путину коридор в Калининград. Да. Фюреры разные, город один. Хоть и сильно обезображенный десятилетиями пребывания в составе Российской Федерации. Если Путин удержится от нападения на Литву, он тем самым проявит страх перед НАТО и неготовность воевать с Западом. Нам что, воевать с блоком НАТО? Еще раз покажет, что НАТО – эффективный оборонный союз и гарант безопасности своих членов, но и продемонстрирует цивилизованному миру, что бояться нечего, а нужно интенсивнее помогать Украине и добиваться политического и экономического краха РФ. Умремте ж под Москвой! Без этого краха, без возмездия шовинистической псевдоимперии безопасности не будет. Ну а если Путин нападет на Литву, что ж, он проиграет и в этом случае. Проиграет вместе с Россией. Только быстрее и кровавее. А что делать? Написать в военной доктрине, что мы допускаем превентивный ядерный удар в ситуации, какую мы считаем необходимой. Сами подталкиваете к ядерной войне, ну потому что другого выхода нет. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применно самое страшное оружие. И да, в этом случае погибнут не десятки или сотни тысяч, как в войне с Украиной, а десятки миллионов людей. В том числе, разумеется, десятки миллионов россиян. Ну и разумеется, многие останутся без крова и средств к существованию на руинах своих бывших городов, пораженных болезнями, которые заставят нас забыть о коронавирусе. И да, экономика Запада восстановится гораздо быстрее, чем экономика России. В РФ вообще может не быть никакой экономики лет этак 30-40. И, конечно, нехорошо о таком рассказывать. Но такова логика Третьей мировой войны, которую может начать Путин. Она не пощадит уже никого. Ни жертв, ни агрессоров. Жахнем, и ничего не будет. Записывайтесь, чувакованы. Вы научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдан. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли. Первые из истребителей Ф-16, обещанных Западом, Украине, вероятно, уже находятся в стране. Сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Субтитры создавал DimaTorzok